всем привет с вами дмитрий михайлов вы на моем канале comment by магазин посвященный продаже установки дымоходов смотрите сейчас перед вами стена когда первый раз сюда приезжал здесь висел котел котел фирмы proterm links 24 в народе если на ошибаюсь он называется рысь можете меня подправить никаких проблем потому что я и специалист по котлам я монтажник дымоходов в чем проблема проблема номер один вот это горючая стена это дерево котельня плюс весь дом сделан из дерева из бруса по строительным нормам республики беларусь обязательно вот это место должно быть защищено листом асбеста по строительным рамам написано плюс лист металла я немножко сделаю по-другому я положу несколько слоев базальтового картона тизоловского плюс лист нержавейки почему так ну потому что это безопасно конечно красиво котел это турбированы закрыты камеры сгорания поэтому я буду выводить на улицу горизонтальном участке дымоход но там еще есть одна проблема это как зона подпора они я вам расскажу когда мы выйдем на улицу горизонтальном участке будет труба по строительному у нас в феврале месяце были одни изменения то есть горизонтальный участок нельзя было выводить на улицу но в мае доработали кто-то пролоббировал скорее всего потому что она представляет какие объемы какие фирмы заинтересованы в продаже дымоходов именно коаксиальных поэтому сейчас новые произошли изменения в мае месяца мая либо апрель месяц и можно снова выводить горизонтальные коаксиальные дымоходы а по строительным нормам вернее по строительным нормам а по рекомендациям это уклон зависимость производителя труба должна наклонена на два-три градуса но много но труба замерзает никуда вы не денетесь вопрос времени и температуры на улице и конечно внутри газа который выходит из дымоход вот с этой проблемы ко мне обратилась заказчица попросила чтобы минимизировать отключение котла чтобы дымоход первую очередь не замерзал потому что проблема это есть никуда вы не денетесь и я вам сейчас покажу как ее можно решить по крайней мере количество конденсата точно уменьшит и вы не будете выбегать минус 30 для того чтобы прогреть коаксиальный дымоход об этой проблеме надо не забывать коаксиальные дымоходы замерзают смотрите дымоход будет выходить где-то вот в этом месте тяжело мне сказать сейчас я разметку не делал и вот в этом углу то есть вот это воздушный подпор это территория зона воздушного подпора где постоянно будет завихрение где конденсат будет просто обледенение попадать на древесину и плюсы вентиляции никакой не будет то есть газы должны выходить в атмосферу здесь как правило они будут оставаться в углу и будет обмерзать никуда вы от этого не денете потому что если вы в такую ситуацию попадаете я вам покажу как из нее надо выйти потому что ну реально коаксиальный дымоход у них одна проблема есть она они зимой замерзает очень часто и у меня очень много переделок доделок по самим коаксиальным дымоходом ну и конечно доработок хорошо когда это все изначально делается когда можно какие-то изменения внести доработать но когда уже смонтирована все то здесь уже конечно все тяжелее я покажу вам работу покажу как сделал покажу с какими материалами чтобы у вас по крайней мере не было проблем с когда вы отопительный сезон зимой в минус 30 вы не выбегали в трусах и чайником не поливали дымоход об этом не надо забывать и кто с этим встречается можете ставить мне лайки да потому что это реально проблема все я начинаю работать а вы смотрите хотя немножко отойду то было видно да где-то на уровне полметра будет выходить у нас коаксиальная труба все работаем закончил я монтаж котла теперь он установлен по всем строительным нормам по госту смотрим котел повесили протером по 12 половиной сантиметров ушли в сторону по госту то 10 сантиметров ну а вверху мы сделали вот такую вставку чтоб аккуратно можно было смотрим видите манжета стоит уплотнительная что воздух не подсасла что там дополнительно еще стоит внутри противопожарный узел это 160 труба ну там немножко больше за счет того что отверстие делали с двух частей экран силу того что высота его 12 метра сожалению или к счастью не знаю ну так получается раскрой металла стандартные метровые ну а так я делаю отверстие красивые на плазме мне делают нам предприятия то получается именно вот так все здесь мы закончили пошлите на улицу то что там есть что посмотреть смотрите вот это вот труба сейчас выходит на один метр от дома если вы ее оставляете в коаксиальном исполнении стандартам то конденсат у вас будет столько чтоб по крышу и скорее всего он будет у вас постоянно замерзать поэтому чтобы этого не было вот эту утепленную трубу вернее коаксиальную труба 60 на 100 я ее утепляю вот с этим монтажом я могу спать спокойно теперь пошлите я вам покажу сейчас зону подпора то есть если мы посмотрим давайте сейчас камеру переведу так не так вот это вот линия вот она пошла вот это зона подпора то есть я сейчас для обозначения положу вот такую вот черенок переведу камеру смотрите про что я вам говорил видите здесь черенок и труба выходит на сколько все зоны подпора не будет поэтому на это надо обращать внимание сейчас слава богу проектной организации немножко уже понимает в дымоходах но не все поэтому это обязательно надо учитывать и давайте я вам сейчас пару технических моментов покажу смотрите труба утепленная внутри утеплитель я уже это утепляю на месте потому что таких готовых вариантов нету почему потому что они будут верно очень дорогие передо мной также стояла задача как закрепить эту трубу таким образом чтобы она не упала потому что здесь во первых лавины могут ходить здесь здесь нету никаких синего держателя у меня изначально вообще была идея подвесить трубу вот сюда под крепеж то есть один крепеж сюда поставить и спустить второй вариант у меня было в монтажную площадку потому что труба она тяжелая тяжелая и ее возможно провисание в итоге я сделал следующее решение запоминайте смотрите то чтобы такие вещи в интернете не найдете только на моем канале делюсь с вами секретами вот это вот монтаж проходной он одновременно служит экраном то есть вот эта вот труба я и запускаю туда вовнутрь я запустил вовнутрь и все это этот кусок трубы у нас выходит и вот этот вот экран он одновременно является держателем крепления вот это дополнительный хомут стяжной толщиной 1 миллиметр он стягивает так что сейчас если я его сниму то здесь будет деформирован металл да это так потому что единица реально держит все здесь стоит заглушка и вот отсюда у нас пошел подача воздуха отсюда выход газа труба обязательно должна устанавливаться под наклоном это железобетонно к сожалению у нас ну такие строительные нормы и техническая документация написано именно по этому котлу два градуса наклон поэтому никуда от этого не уйти надо делать таким образом поэтому вот это решение это мое решение я его придумал думал немножко о нем до целых два дня но и в итоге пришли вот такому вот результату обязательно труба должна быть утепленной если ты этот участок прямой будет не утепленную конденсата будет очень много здесь вот внизу будут вас постоянно сталактиты и они так будут но и будет гораздо меньше но и как у будет конечно тяжелее что если мы вот возьмем соседей к примеру них труба видите как там кусочек стоит маленький ну как бы не было это маленький кусочек все равно количество конденсата увеличивает и все единственное что еще могут быть вопросов по этим вот окончаниям если будут возникать вопросы у меня с этим котлом и обязательно сделаю обзор потому что по-нормальному желательно чтобы внутренняя труба она уходила дальше сантиметров 15 от воздушки потому что когда начинает мороза отсюда выходит большой поток газов и он же обратно засасывает его и здесь образовываться снова уже налить сталактиты это проблема всех котлов я бываю их переделываю но сейчас на этом объекте решил оставить так посмотрю просто реально вот это вот решение насколько это утепление помогает тут проблем промерзания ну это я считаю что нужно труба должна быть утепленная все на этом я буду с вами прощаться много здесь было задачи решено во первых вопрос конденсатом во вторых мы ушли от зоны подпора ветрового ну и в третьих поставили сам котел по всем строительным нормам по госту все на этом объекте еще буду с вентиляцией бороться возможно вам покажу каким образом ну конечно всем хорошего настроения ставьте лайки дизлайки комментируйте пока